Как родить здорового ребенка? Где-то раньше брали 17% и мы их возможно теперь 5-7. Просто некому. Много нужно работать. В конечном итоге половина уходит торговать на Барабашова или еще куда-то. И много лет параллельно с медициной я занимался валиологией и травами. И занимался сюда ближе. Занимался травами уже около 40 лет. Ну и все вы знаете, что травы это есть травы. Там нужно очень много знать, очень много понимать. Но они очень медленно и очень долго и нудно приводят к ожидаемому результату. И все научные изыскания не всегда получают тот результат, на который рассчитывал. А если перфекционист не закладывает конечный выход, то у него никакого удовлетворения от проделанной работы не будет. И встретив двух очень симпатичных, честных, замечательных, чувственных. Ну один желтый, другой красный. И без красного не было бы ничего сегодня. И вот тут без его организаторских способностей и желаний. И встретив Тамару Петровну, которой 8 лет. Я ушел из МЛМ и уже занимался одной наукой. Ну реанимировали или ревитализировали меня и все-таки толкнули на мысль, что нужно трансформироваться. И первое слово уроненной трансформации, я подумал. Продукт я уже знаю год-полтора. Почему бы мне самому не трансформироваться? И как новичку я бы сейчас с вами поделюсь, как бы я хотел, чтобы я трансформился, как бы я хотел, чтобы молодежь трансформировалась. Философия здоровья СИПЛ. Трансформация это изменение, превращение, преобразование, модифицирование. Видите сколько слов мы можем применить каждой себе и каждому нашему клиенту, с которым будем общаться. Уникальный продукт АИПЛ есть трансформация, есть о трансформации потребителей еще не произошло. Мы столкнулись с такими возможностями, когда если мы просто оставим продукт сам собой, не оценим, не узнавим, хоть желтый, хоть красный, хоть синий, хоть зеленый, продукт нужно знать досконально. Его возможности нужно знать досконально. Тогда это пойдет 10 раз быстрее, чем идет сейчас. Потому что там есть такие возможности, такие уникальные возможности, которых нет нигде и не будет в ближайшее время. Все, что быстро, научные изыскания, которые тут вложены, они моментально будут подхвачены промышленностью, фармакологами. Моментально начнут делать то же самое, очень скоро. Сейчас надо работать, сейчас нужно. Раньше была одна солодка, потом стала Эйпиген. Сегодня Эйпиген там 800-900 гривен, это приблизительно, ну, сколько там, кто переведет на 25 долларов. Это банальная солодка, из нее получили. Раньше был ликверитон, раньше были другие, но это все равно глицеризит. Сегодня это глицеризит. Это я нажал. Этот глицеризит есть практически в каждой рецептуре. Это идеальный корректор для иммунной системы. Это моментально восстанавливает возможности иммунной системы. Есть лимфоциты короткоживущие, 2-3-4 дня живут, которые повреждаются в любого стресса и повреждаются навсегда. И как только, если мы использовали, моментально ушло вместе с историей и предыдущие средства, не остается в организме. Значит, возможности препарата есть, а далеко не каждый знает, как им воспользоваться. Кто я и что есть для меня, этот вопрос я бы хотел рассмотреть дальше. Если я здоровый человек, без неограничений, только нужно себя знать, свой генотип, свой обмен веществ и свои потребности. То есть это все равно все по подряд пить или адаптироваться к каким-то нагрузкам, адаптироваться к какому-то состоянию. Это, ну так, может каждый. А если я знаю себя глубоко и знаю, что мне нужно, даже если я здоровый, и в какой сезон мне нужно больше, какой меньше, это уже потребление разумное. Если я еще здоровый, но в группе риска по наследственным заболеваниям, их более двухсот, экологическим или социальным заболеваниям, это тоже здоровый человек. И он тоже должен знать, что для него некоторые продукты, это не сезонное потребление, это постоянное потребление. Это постоянная дотация к питанию того, чего не хватает в организме и чего нет в его родном метаболоме, обмене веществ. И если это больной в компенсированном состоянии, он не выглядит больным, он компенсирован, но он уже давно больной. От начала появления раковой клетки и до появления рака размером 2 см проходит 12-15 лет. Когда он имеет, прошу прощения, 2 мм и больше, только тогда на МРК его увидит. А до этого времени мы его не видим, но он уже есть. Так вот, на начальных этапах больной в компенсированном состоянии нуждается в медицинском сопровождении. В компании должны быть врачи, знающие перфект продукт и консультирующие таких пациентов. Потому что это обратное недопущение до формирования. Как только проросла эта опухоль сосудами, и мы дадим те же продукты, опухоль будет быстрее, чем человек захватывает, это и все возобновится. Зная, что наша медицина несовершенна, вчера был вопрос из Черновцова. А как, а почему так случилось? Почему юные клетки? Я вам скажу, что очень часто, особенно при молочной железе, а при мне колоссальное количество, около 15 человек, дистрибьюторы умерли от рака уже. При моей жизни в этих компаниях, которые занимались, и в том числе от молочной железы. Так вот, молочные железы часто диагностируют не саму опухоль, а метастаз. И выдают за истину, удаляют, метастаз остается. И когда мы даем продукт, а он же пророс сосудами, получится все от обратной. Поэтому мы не должны использовать продукт как волшебство. А мы должны использовать продукт разумно. И в тех моментах, где это не показано, не подводить компанию, потому что компания не говорит, что мы это лечим. Опухоль больше двух миллиметров лечится современным доказательной медициной. И так мы можем помочь с медицинским сопровождением, как скорректировать после лечения, как поддержать или другие. На таком примере я хочу подсказать, что больной в компенсированном состоянии должен быть врач в каждом вашем, как бы, РЦУ, да? Который может, знает и помочь, обучает. Мы можем таких врачей в компании обучить, рассказать, подготовить на системном уровне, даже с выдачей диплома, прохождение, после диплома образования. Ну, в смысле, сертификат. И вот последний, больной в компенсированном состоянии нуждается в неотложенной помощи. Это уже не наше. Это не наши. Это наша консультация, это наша помощь, но это не наши пациенты. Потому что нельзя обещать то, чего я не смогу выполнить. Задержался. Как продукт питания позиционирует этот наш АПЛ продукт, как продукт питания. И зарегистрирован, имеет сертификат FDA. Конечно, это не сертификат FDA, как я посмотрел на это, кто сказали, что здесь синий. Я сказал, что иду, и завтра же начну пользоваться. И пользуюсь уже. Посмотрите, мы определили, кто такой здоровый. Здоровье – это духовное, полное физическое, душевное, духовное, социальное благополучие, повоз. И критерии физического здоровья. Есть возраст рождения. Белым написано, какой он должен быть у здоровых людей. Календарный возраст. Зрелый, репродуктивный. Репродуктивный не только в плане где-то производства, а репродуктивный в плане наличия еще репродуктивных мыслей, мышления и ума для того, чтобы работать и быть активным членом общества. Физическое развитие гармоничное должно быть, отсутствие отклонений морфологического органа, функциональное состояние, отсутствие отклонений, иммунно-биологическая реактивность. Это самый сложный момент, который требует дополнительного обучения, потому что даже молодежь не знает, какая у них реактивность. Если сказать по Харькову, то половина снижена, одна треть извращенная, остальное только около нормы. То есть настолько наша внешняя среда в крупном таком городе влияет неприятно, и это уже требует как бы медицинского сопровождения и консультации. Так, я не туда... Критерии душевного здоровья. Зрение, слух, обоняние, вкус, осознание тактильной температуры, половое чувство. Все эти чувства в сумме создают то, что называется медицинская, не религиозная душа, а медицинская душа. Душа – это способность, душевность получить удовольствие, выделять эндорфины, короткого действия от зрительных образов, слуховых, обонятельных, вкусовых и от полового чувства. И в компании на все эти возможности душевной трансформации есть препараты, не отойдут от медицины. Есть продукты, есть конфетки, лучше сказать, потому что еще и вкус у них тоже душевный, вкусный, сладкий. А это сладкое не только обезболивает, не только нас концентрирует в человека, то есть очень умно подобранное, а еще и настраивает на мысли, является питание для того, чтобы эта информация сейчас же и здесь же была усвоена. Это очень мощное воздействие душевное к трансформации ума, позже увидим. И очень прекрасные препараты, которые регулируют именно половое чувство, потому что сексуальная энергия, это не только должна быть в сексе, а сексуальная энергия должна быть всегда. И вот половина из вас, это огромные люди с сексуальной энергией, и на их появление на сцену мы все вот так реагировали. Эта энергия движет миром, это энергия богов. Ну, кто-то скажет, вот там в обсуждении больше. Она должна быть в человеке. И есть прекрасный препарат, ошибку допускают, продукт, который это регулирует у мужчин и у женщин. Не думайте, что это только именно чувство секса должно быть. Человек должен излучать эту энергию, чтобы на него шли, чтобы его хотели, чтобы с ним хотели общаться. И, пожалуйста, это молодежь, это 25-30 лет, это зрелый возраст, это наш с вами возраст, это именно для нас продукт. И критерии духовного, умственного здоровья, когнитивной способности, интеллект должен быть не ниже 70 IQ. К сожалению, то, что мы сегодня выпускаем на свет из роддомов, третья часть имеет ниже, чем 70 IQ. Мои научные доказательства есть в этом плане. Но за 40 лет два или три семьи обратились с просьбой определить IQ моего ребенка. Это делается около часа, специальная методика Айзенко. А дальше это не востребовано. Не нужно, так и не нужно. Это тоже не страшно, потому что IQ можно повышать, только нужно делать и регулярно. Вот я вам скажу, что за три дня вот тут пребывания, два тут и один раз в офисе, мой личный IQ все равно повысился. Значит, это та компания, которая пульсирует, которая обучает, которая дает что-то новое. И я очень этому рад. И память, мышление, чтение, письмо, речь у детей, крик, отсутствие отклонений. Эти отклонения, если вы услышите 30 видов крика, то из вас, может быть, двое, трое, а хорошие мамы и пятеро видов крика своего ребенка поймут. А все остальные, если вы услышите речь вашего, с вами общающего человека, два или три человека поймут отклонения. А все остальные нужно изучить, чтобы знать тембр, звучность, возможности, страхи, которые есть в речи, будут выданы. Вообще они с вами в речи будут выданы. Вы их ощутите. Вы найдете душевный подход, найдете с этого момента, как его подправить. И он подправится, он пойдет. Контакт, навстречу, потому что ему это будет по душе. Так, я ушел? Далеко? Нет, недалеко. Информация, энергия, материя в организме человека неразделимы. Информация передается по наследству в процессе деления мужских клеток и женских клеток после слияния, формирования одной единого организма. Она постоянно передается, но она закладана к генам. А вот материя, это сама клетка. А энергия клетки, это митохондрии, которые вырабатывают энергию. Если там энергии не будет, информация будет спать. Если энергии не будет, клетка, материя не будет работать. Так вот, продукт рассчитан на повышение энергии каждой клетки. И когда мы повышаем энергию каждой клеточки, мы должны знать, чем это закончится. Я должен мыслить, все-таки построить, что я хочу получить. А этого человека с этим продуктом вместе, какую комбинацию сделать, и в каком конечном итоге мы прийдем, и через сколько приблизительно в его индивидуальные возможности. И когда тогда это становится прицельной, конкретной работой в конкретном направлении оздоровления этого конкретного человека. Здоровье индивида определяет гомеостаз, то есть живой клетки, на самых различных уровнях, на молекулярном, на функции клетки, и на функции ткани организма в целом. Здоровье. И продукт, видите, на организм в целом подействует систему. Система чуть позже. Сразу вы можете почувствовать, уже через 2-3 минуты, но через 2-3 недели вы можете увидеть уже результат организма в целом. А на клетку оно действует сразу, всасывается под языком, попадает в кровоток, попадает, минуя желудочно-кишечный тракт, кровоток в правое и предсердие, и дальше разносится кровью, в первую очередь к мозгу, дальше к органам грудной клетки, и только потом ниша ко всему. То есть попадает моментально. Нету ни у кого такого продукта сегодня. Если он появится позже, то я думаю, что АПЛ должно защитить себя патентом на невозможность копирования такого продукта. Мы бы этого хотели. Потому что мы уже члены этой команды, этой семьи. Я еще не подписал как бы соглашение, как новочек, но думаю, что не за горами это делится. Понедельник, вторник. Ну, с понедельника не начинается вторник. Сегодня можно? Мы можем вообще все очень много сейчас. И записать, да? Спасибо большое. Я посоветую все-таки с астрологом, когда лучше. Наташа. Потому что Наташа мне сегодня второй человек, который заделает чувство, желание быть похожим, желание так мотивировать людей и так понимать людей просто и обычно и эффективно. Почему все-таки я к продукту возвращаюсь? Посмотрите, кто у нас о ком больше всего заботится? О беременных и кормящих. И вот по Харькову проведены многие исследования, какие пищевые дефициты существуют. Мы сегодня в супермаркете покупаем продукты за приличные европейские практические цены, но не качественные. Про овощи, которые хранятся на свету, теряют все необходимое в них, даже если они овощи, даже они самые дорогие. Не нужны специальные упаковки, специальные влажности и без доступа свету. Этого не выдерживается. Про... А где они росли, что это далеко не натуральные продукты и далеко не эко-продукты, вам известно. Но к тому же жиры, это гидрогенизированные жиры, в любом виде масла, в любом месте Украины вы купите сливочное коровье масло, и там будет 20-30% в лучшем случае что-то от коровы. Коров уже давно нет, а масло тоновое производится. Поэтому опять это застарение всех сосудов. Моментальное. И если это дальше продолжать употреблять и потом говорить, что продукт что-то мне ничего не дал, нужно осознавать. Лучше меньше, да лучше. Лучше реже, да качественно. То же самое пищевой статус видите, жиры и все они не качественные, не нужные, даже для беременных и кормящих. Я уже не говорю обо всех остальных. И тот, кто не выдерживает режим питания, тот, кто не выдерживает качество питания, он вообще должен быть потребителем продуктов, но менять свое сознание, свое отношение к себе и не ожидать, что один продукт что-то ему поменяем. Ну, а что касается минерала и витамина, то сплошные дефициты и минералов. А в продукте есть формы минералов, которые усваиваются мгновенно, как только попали под язык, сосались, моментально усвоились. Потому что они хилатированы, потому что они природные и они не убитые технологией. Технология сохраняет это, да, я понял. Технология это сохраняет. И пожалуйста, если мы имеем такой продукт, то мы должны конечно закон о питании, все 12 законов питания, соблюдать. Кто, я их не буду перечитывать, потому что не успею остальное сказать, но презентацию всем, кто выдержал два дня с удовольствием подарю всем, пожалуйста, вам передаст, чтобы вы почитали и поработали. Ради вот этих выполнения вашими потребителями, вашими партнерами этих 12 законов питания, ради их обучения, как каждый из них внедрится в жизнь, пожалуйста, работайте. Что из этого всего есть в этом продукте, что я не могу умолчать, есть микро-макроэлементы по возрастной потребности каждого, есть неусвояемые пищевые волокна небольшое количество, но есть самый главный 12 пункт, чего нет ни в одной компании, натуральные ферменты, натуральные антиоксиданты, антиоксиданты, без них никакая программа профилактики, онкопрофилактики, никакая программа улучшения иммунитета невозможна. В других компаниях просто этих продуктов нет, и они не скоро появятся, потому что тут требуется очень серьезная система разработок, и доказательная медицина, пока до этого дойдет, до альтернативы, до натуральной, ей придется много работать, потому что там очень колоссальные расходы на все виды доказательства. Нужно подбирать одинаковые группы, одинаковые условия, делать плацебо контролируемые исследования, делать длительные исследования, а человек каждый день меняется, каждый день не учитывает ни питание, ни группу, никакой его психотип, никакой его иммунный тип, в конечном итоге доказательные результаты получить очень сложно, поэтому не нужно ориентироваться в беседе с врачами, на доказательные, все прекрасно знают, что антиоксиданты постоянно нужны. Есть кверцитина отдельно полученные, химическим путем, выделенные, иногда для того, чтобы их получить в таблетки, нужно туда добавить консервант, так вот консервант может быть патологически вредным, для поджелудочной железы, неделю получили две антиоксиданты, потом лечим панкредит, поэтому оно таблетировано, прекрасная форма, оно антиоксидант, но оно не в той форме, которая сегодня безопасно лечится. При нарушении закона питания, что делаем мы каждый день, митохондрик замедляется процесс образования энергии, нарушается процесс деления клеток и передачи информации, если нарушается процесс деления короткоживущих лимфоцитов, иммунитет ушел, если нарушается движение и подвижность к сперматозоиду, пять лет нужно ждать лечить бесплодие неэффективно и достаточно дать энергию и все станет на свои места. И так дальше и тому подобное. Я не могу занимать много времени сегодня, но в случае надобности можно общаться с каждым в своем региональном центре в виде конкретных лекций, конкретных подготовки по конкретному разделу. И происходит окисление среды и мутации обычных соматических клеток. В городе Харькове за каждый месяц наблюдения за один месяц происходит у 43 человек из 100 мутаций клеток лимфоцитов крови. Вот так такая наша среда. А в городе Непроджижинске, если вы знаете, в три раза больше. Значит, по две, некоторые имеют по две и по три мутации. Одновременно за кукуродки берут две. Поэтому, конечно, эти исследования должны знать каждый о нас, потому что без антиоксиданта это невозможно предупредить, особенно города, где экологическая среда. Закон о питании соблюдать, но антиоксиданты добавлять обязательны, которые мы не получаем с пищей. Что ВПЛ есть для меня? Антиоксиданты, природные ферменты, доступные микроэлементы, пробиотики, витамины, множество различных целебных биологических и активных веществ, лекарственных трав, подобранных в безвредные рецептуры и созданные учеными в удобной для приема формы, вещи приятные для приема формы. Леденцы ИПЛ не заменяет и дополняет сбалансированное питание, здоровье люди адаптируют к сезонным физическим умственным нагрузкам, концентрируют внимание на тренингах, расслабляются после стресса, регулируют продолжительность и полноценность сна, осуществляют более эффективную противинфекционную защиту и получают удовольствие от всего, в том числе от общения друг с другом. Модификация образа жизни с помощью продукции ИПЛ для тех, кто в группе риска это идеальные, самые модные, самые нужные, самые современные достижения в алиологии и в том числе медицинской науки. В медицине есть модификация с помощью токсических препаратов, которые химические препараты и они какой-то результат дают. Но когда мы проводим модификацию образа жизни натуральным продуктом, это естественно, но это сейчас же. И вот тут мы можем проводить профилактику артериальной гипертонии, профилактику сердечно-судистой патологии, при сахарном диабете первого-второго типа и при метаболическом синдроме различные варианты и самое главное последние 5-10 лет резко увеличилось число аутоиммунных заболеваний, в том числе аутоиммунный тиридизм, гипотириозы транзиторным, он утром еще есть, вечером уже сил нет. Вот это все регулируется без вреда организма. Конечно, когда это все узнают, если бы врачи это так глубоко знали, то мы бы сегодня не встречались бы здесь. А поскольку не знают, мы встречаемся для того, чтобы каждому, в том числе и с врачом, нужно уметь поговорить и представить продукт. И онкопрофилактика у лиц высокого риска. К высоким рискам относятся все те, у кого в роду хотя бы одно заболевание имело в пяти поколениях назад. У кого-то, а у кого два, три, у кого регулярно, те должны проводить в роду. Значит, это уже относится, человек должен относиться, потому что иммунная система на каком-то этапе не контролирует туморно-кратический фактор его образование, и лимфоциты, киллеры не убивают образовавшиеся чужеродные клетки, мутированные клетки. Чтобы это не происходило, тут есть прекрасный продукт, он на это работает. На онкопрофилактику идеально работает. Я не говорю, на лечение онкопрофилактики, на сопровождение больных тоже можно, а вот на профилактике идеальный вариант. И подпрощение паразитозы, восстановление организма после таких заболеваний, у вас уже есть огромное число наработок и прекрасное количество в ютубе презентаций, которые нужно читать, знать и формировать, непрерывно учиться. Ну, модификации образа жизни при когнитивных, при двигательных расстройствах, при холестазии, при зерней печени, при болевом синдроме, при функциональных расстройствах ЖКТ, эректильной дисфункции, фрегитности, при склонности к депрессивным состояниям, это все отдельные темы, которые нужно изучать более глубоко, и как комбинировать каждому психотипу, какие препараты, чтобы все-таки получить. Ну, я опять назвал препараты, вы уже меня простите, мой подход. Значит, трансформация тела, если дадите еще три минуты, закончить точно. Да, да, да. Красоту, молодость, энергичную, сильную силу. Трансформация тела невозможна без духовного роста, умственного развития, достижения душевного разновесия и душевного благодействия. Я как-то забыл из-за этого старого русского слова благодействия, душевное благодействие. Нужно восстановить и ощутить. Вот сегодня, или два дня уже подряд, я нахожусь в состоянии и душевного равновесия, и благодействия, потому что общаюсь с теми, кто мыслит так же, как я мысля. Так же со-мышление, со-участие, совместная деятельность, она настолько энергетически поднимает человека, что уже сегодня это заметил, даже Олег подчеркнул большое спасибо, такого ведущего, который со-мыслит вместе с аудиторией в процессе ведения такого мероприятия, это нашел только арты. Но когда мы работаем, не должны забывать, что вот я работаю, вот где я, родина, это украинская мова, это моя семья, а если родина, это тоже хорошо, но спускаемся ниже на родину. Один хобби, не забывайте про свое хобби, продукт позволяет так распределить свою энергетику в течение дня, чтобы вы не вечно одно и то же делали и не успевали, а чтобы имели возможность на работу и на все, что мы тоже. Это идеальные характеристики такого продукта АПЛ, это его самое ценное, что на сегодня есть. Ну и пребывание в душевном благодействии, всем желаю ощутить это состояние, чем раньше, тем быстрее. Но многие уже в нем находятся, в том числе из первого ряда, которым я уже ну чуть позавидовал, уже так поздно подключаюсь к этому мероприятию, к АПЛ. Ну а дальше я все-таки придавой и возвращаюсь с молодежи, которые в зале. На сегодняшний день нельзя не освоить все ключевые компетентности для того, чтобы быть готовым к жизни и чтобы ощутить пользу от жизни, взять все от нее, нужно учить и язык, и грамотность, и культуру общения, и предпринимательская деятельность, социальная деятельность, собственные социальные участия, собственные социальные участия в обучении, этому все ощутили, и, конечно, компьютеризм. Так вот, посмотрите, все из этих компетентностей человека за два дня прозвучали и звучали, и продолжают звучать. То есть, вот это то, что делает это со-мышление единомышленников. принимая продукт, преобразовывается ум, становимся честными, тем, умудренным, целеустребленным, выбирай главное, цени умения других, понимай тех, кто окружает, помогает тебе, и начинай осознавать, перед кем мне надо медописер, потому что у вас будут пациенты, перед которыми не нужно выкладывать все им сразу, постепенно. Вы видите, что он там синий, пускай читает дома сам. И последний слайд, хоть я перебрал время, прошу прощения, переоценил бы, но комментировал. Чем, на чем строят отношения с партнером? На все сто со. Что такое со? Кто перечислит все сто, вот его индекс по 70 и больше, это гениальность. Кто перечислит до 10, 70 имеет уже спокойно, может работать в этой компании активно и идеально. Думаем над этим, презентация у вас останется, дома все остальные сходы пишут. СОП, СОП. Ну и всем здоровья и благополучия. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов. СОП.